Эти рецепты помогут при различных патологиях щитовидной железы. От зоба до гормональных любых расстройств. Идеально собрать два вида ореха и смешать потом два вида ореха. Какие есть виды орехов? Мы говорим о грецком орехе. Вот он, грецкий орех. В мае орех диаметром где-то полтора сантиметра. Это один вид ореха. И в июне орех еще прекрасно режется. Но уже внутри появляется не только водичка, но и слизистая часть. Это вторая стадия ореха. И вот так идеально работать с орехом конкретно для щитовидной железы. Настаивать надо каждый компонент по 40 метров. Мы его собираем в отдельную банку. И заливаем спиртосодержащей жидкостью. Я покажу как. И отдельно настаиваем. Дальше. Через три недели, когда орех достигнет уже примерно 3 сантиметров в диаметре. 3,5. И он будет разрезаться. И там вы увидите слизь. То есть вторая стадия ореха молочной спелости. Мы делаем вторую настойку. Так же само. Отдельно режем и делаем вторую настойку. А потом эти настойки просто соединяем. Себе сделать. Настойку можно хранить 3 года. Поэтому можете сразу делать. Если вы отлично вписались в сезон. Сразу делайте себе побольше. Литр, два, три литра. Делайте. Берем, режем на 4-6 частей наши орехи. И закладываем в банку. Закладываем примерно на высоту 70%. Вот так. Я все-таки склоняюсь больше идеально к спирту. Покупаем в аптеке. И спирт. У нас в аптеке продается спирт 70% и 96%. Покупаем любой, который есть. И доводим его, разбавляем до кондиции 40%. Все. Заливаем нашу банку. У нас здесь орех. И заливаем дальше ее. Почти до конца. 1 см оставляем. Закрываем. Закупориваем. И ставим в шкаф. Каждый день один раз вот так встряхиваем. И заново. Надо пройти несколько курсов. Первый курс длится полтора месяца. По одной чайной ложке. Берем, зачерпываем настоечку. И три раза в день до еды за полчаса употребляем. Полтора месяца. Делаем двухнедельный перерыв. Потом опять полтора месяца пьем. Делаем трехнедельный перерыв. И так можно сделать 4-6 курсов. Продолжение следует...